Переходим к самому главному. Итак, мы сейчас с вами. Проверим, идет запись. И вот это у меня досье. Досье, пусть нету ни одного слова текста, но это досье для человека, которого я пророчил. Учитывая ее мозги, особая даруша-бладинка, особая ум, особая наблюдательность, трудолюбие неимоверное. Вот. Смелость необычайная упросила руководство тогда еще другого, когда еще была студенткой в другом университете, в университете сельхоз. И эта студентка забралась в милости, попросилась, чтобы ей засчитали практику в железу и поехала ко мне на практику. Вот. Для меня это был такой особый случай, второй и последний. Тут уж я тоже расстарался. Я столько души вложил в ее, чтобы сделать ее сообщецей, соратницей, другом, дочкой, как я ее называю. Итак, сады железова. Вот это все. Ну, это тут про тысяч градусов, это градусник, это ерунда. Это я просто при ней фотографировал. Вот. Вот. Ну, это еще не мороз. И пойдем мы сейчас вот так вот, смотрите. Вот сюда смотрим. Вот. Вот сюда смотрим. И когда она у меня спросила, померзли что-нибудь при телесетии, я говорю, да не только я, Владимир Грушев, ей даже не заметят, и еще и это. Еще и персика даже не заметят. Вот. Вот ее. Почему я ее представляю в лишний раз? Я хочу, чтобы ее заметили в Москве. Даже не в Мечеринске. Вот. Вот. Ее будущее должно быть в Москве. Почему? Потому что она должна быстро пройти путь и получить доступ к, наверное, бюджетным деньгам. Извините за прямоту. Бюджетным. Карьера должна состояться такая, что когда она обратится к губернатору, ну, например, Москвы и Московской области, вот, чтобы дверь открывала ногой, и чтобы знали, что к ним сейчас зайдет молодая, перспективная, пусть еще не уровня Мечерина, но сознание Мечерина, с новым опытом, с предложением за 5-6 лет вырастить. Невиданный сад. Ну, тот же сад, что уже лизала, только умножим на 100. Вот на 100 умножим. А там пойдет Нобелевская премия и ей. И вот те люди, видите, они сидят сейчас в этом, вот, в президиуме. Вы знаете, что они слушают просто? Посмотрите, зал, вот они, затылки. Вот. Это все и только тогда, когда она станет величиной такой, серьезной, чтобы у нее появились развязанные руки, появилась возможность доказать на практике, что она, на что она способна, вот, можно будет тогда сказать, что тогда жизнь состоялась. И я сейчас пролистаю весь альбом, практически без комментариев, всегда долго. Вот она участвует, вот она участвует. Как и студентка же, совсем далость потеряла, эта студентка. Вот ее тема. Видите? А это уже ясно догадайтесь, где. Это сад Зелезова. Вот. Вот это вот, она единственный человек, который знает про засекреченный сад. Вот. У него второе имя, присвоенное Железом, пианист. У него растут бои, не только бои, замечательные сорта. Вы догадались, в руках чьи? Да? Сад Зелезова. Ой, я же обещал не комментировать. Давайте сделаем полный экран. Вот так. Каждую надо прокомментировать, потому что это технология, в данном случае. Ой, я все, не буду, не буду. Скажите, как могла эта студентка, так дальше, не хочется листаться, попасть в компанию с докторами, кандидатами наук, приехать в Москву. Мы даже помогли поиск, простые садоводы, с билетами, с деньгами. Она получила диплом в Мичуринском государственном университете. Вот. Будучи студенткой, это иллюзия говорит о том, что ей прямая дорога в академике. Сейчас это... Почему листать не хочется? Не хочет листаться? Валя Валип. Это я такой специалист. Как оно получилось? Что я не могу двинуться дальше? Вот на этом закончит фильм. И это самое... Есть такое выражение «Заткни фонтан». Может, и мне заткнуть. Потому что я и так много уже сказал о ней. Вот. А дальше буду говорить то, что, в принципе, уже не раз рассказывал. Обучение моим саду, первые успехи, первые плоды. Вот. Давайте я тогда закончу на этом. потому что дальше я вот в тупике. Я не знаю, куда мне нажать. Куда бы я ни нажал, оно никуда не хочет двигаться. Никуда. Вот. Видите? О, кто стал двигаться? Я догадался. Я случайно оказался в конце досье. Я оказался в конце досье. Продолжим. Продолжим. Вот здесь я начал. А листался случайно я оказался в конце досье. Давайте теперь в начало. Может, это будет вторая серия. Если вы уже устали. Поехали. Так. Это мой молодняк. А вот этот в очках серьёзный парень, это её брат Иван. Ну, и каждая статья, ой, где каждая фотография это учёба. Это защита перчиков. Вот. И я не раз показывал и ещё покажу. Ребята, видите, минус 18? Вот. Я хочу вам показать, чтобы вы знали. Ещё раз. Минус 18. Дата. Ой, я же говорил, не буду комментировать. 5 января 21 года. 5 января 21 года. Минус 29. Как так? Ещё раз. Сказки про то, что у меня сад в благоприятной зоне, это сказки. Это для тех, кто от зависти готов лопнуть и говорит, что уже резал климат, как на Украине. Вот. От зависти готовы лопнуть. Как бы мне дальше без комментариев. Видели? Ещё раз показываю. Ой, тут каждое это 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 чудо, это 40 пьёдеров, да ещё не все собрали. Вот. Ну, а теперь смотрите. Фильм-то не про меня, фильм про человека, которая настолько что-то не сказал, вредная. Видите, в руках у неё какие-то самые листья, не тронутые этими грибами. Но я говорил, не буду комментировать. Я просто хотел пожаловаться. Характер нудный, характер упорный, чуть не сказал, вредный. Вот такие учёные нам нужны. большинство учёных выходя из института принимают на веру всё то, что оттуда выносится. А это в основном агротехника. Как вот сколько раз говорил, как садоводы, как трудяги, я их всех уважаю, как селекционеры. Но они не знают самого главного, что если ты дерево искалечил, его он никогда тебе не станет новым сортом. Он же теряет парностойкость. Ой, опять я завёлся. Вот эта дама должна изменить ситуацию в стране, потому что я опоздал. Даже моё появление считается вызовом и наглостью. я буду просто листать. Как это когда яблочки висят на концах веток, ветки до этого приказывают обрезы. Вот. И понимая, что плодоношение часто на концах веток и двух трёхлетних на концах прироста последнего года. И опять я начал комментировать. Вот это оно у меня работает. не только в саду. Красота какая. Это моя любимая соседка по хутору вырастила ладу. 20 лет растила. Когда она посадила, я сказал, Оля, если ты секатором подойдёшь к моему дереву, я тебе секатором всем пальцем подрезаю. прошло 20 лет. Вот. А всё говорят ёп. Надо потом эту фотографию перенести на сферу. Вебинар в понедельник. Очень важный вебинар. Меня продолжают атаковать, меня продолжают доказывать, что я верблюд. 85 лет. Посмотрите, с какой любовью он обнимает нашу девочку. вот это вот в моём саду весна. И бесценные косточки собираются мои друзья. Что тут сало как сало. Чё пробовать эти абрикосы. где я только одумал а вот это уже её. Только вот открыл. Вот это её. Это высылал в гостях этого пианиста. Засекретили эту тайну и в адрес открыл только одной девушке. Вот этой вот. Это в сад уже пошёл. Я говорю внутрь я ещё знаете в чём это мой сад это было молодое дерево посадил с соседем а потом мы купили этот участок вот и что я хотел сказать я хотел сказать следующее меня обвинили в том что раз я не торгую на рынке фруктами значит у меня и фруктов то нет где молодёжь там она принимала участие это уже черешни вот вот эти деревья я это зимой выпилил так что Лена Александра больше их не увидишь места нет пришлось выступать молодёжи 150 банок косточек собрал 150 банок вот всё это урожай без того чтобы торговать на рынке я превратил косточки они ждутся но они не дождусь когда ты станешь академиком и даже приказ все научные учреждения а заодно и вузы учебные выкупить уже или снабдить всем по 100 по 1000 костю по 5000 ещё раз где молодёжь там она принимала участие жалко не могу я вот вот кое-что прокомментирую я именно понедельник сегодня у нас суббота так и тогда был сейчас сегодня 27 29 вебинар вот она единственная в стране наверное может быть ещё где-то кто-то но вряд ли выпускница университета которой пришлось учиться владеть рамками у садоводов любителя у старого белокатурщика железного вот это знаете что интересно вот она знает подвой плодоносит и прямой плодоносит сроднились нет ведь должны быть эти вот которые два небольших они должны быть ещё в два раза мельче а эти чуть-чуть покрупнее ну так уж вышло вот так происходят чудеса вот так происходят чудеса ребята первого рожая поздравляю вот и сразу королевский мальчев гулять так гулять это Фаина замельчала это отдельный разговор вот она Фаина это это не измерчало это я теряюсь академиком уже нельзя назвать автор академика Казмин никогда бы его не узнал у него у него в два раза мельче и из другой совсем формы а как получилось сказать ветром надува это не научный термин вот вегетативную геморизацию это не признает ни ока никогда ну не признает они вот они их нет а они есть так всё дальше постараюсь без комментариев вот про этот случай я расскажу вот про этот на вебинаре обидно страшно терять уникальные вещи навсегда через не бои а ещё всё-таки вот я как она меня опозорила ходим ходим я ля-ля-ля не найдёшь ни одной этой тринки на этих навишнях на абрикосах нет нет на грушах нет нет на этих самых персиках нет на червячах нет на этих нет на этих нет на этих нет кроме яблонь и некоторых слив и вдруг бах нашла ну что такое ученица называется нашла ну пусть и чаще в случае но всё-таки на вишне она нашла тлю видите она меня пожалуйста это созревает черешни всё тлю ищем учёба 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 и учёба один из моих утверждений которые должны стать постулатом аксёбы впредь ни один выпускник вуза не имеет права получить диплом пока по процессе учёбы не просто привьёт на при как он на при университетском саду не просто привёт а получит урожай вот она получит диплом да что такое выпускать людей вот а пока да вот она учёба в догонку красного диплома это её подруга София София а это всё-таки не хухры-бухры зам лаборатории того же университета тоже искала грибы и это наука умертвить мои абрикосы бензопилой невозможно загноить можно надо очень постараться почитать учебники и университетские тогда можно загноить особая фотография говорю Лена ложись вот я тебя буду фотографировать это символ того что 90% работы в саду тачных я уже отменил только отдачники продолжают сады калечить и обрезкой и перекопкой и поливом ненужным и опрыскиванием ненужным а вот это будет символ это значит что в саду можно ещё и отдыхать 90% времени отменяем мне кажется ей понравилась такая идея сколько я пропускаю именно комментариев нужных важных полезных вот там живёт мой друг который вот видите берет деревья а им с соседем все друзья все дружим плевать железом сказал не берет берет вот железом сказал не обрезать видите на переднем плане абрикос вот это 21 год он уже половину обрезал меня не спросил сколько говорю не трож бесполезно из пяти моих абрикосов вот они я его пересадил на его участок вот место хорошее склон есть и уже не перекапывает потом когда наросла он это все не смог картоска засадить получилась более сухой травы и я показывал осенью этого года 23 года вот пытался поджечь траву а за одним лежать весь этот самый весь поселок только когда я ему сказал срочно затопчи 50 тысяч заплатил я сам придумал что тебе сейчас приедут 50 тысяч заплатишь вот тогда только затоптал этот костер вот пока вот так вот 2 3 дц это их только им принадлежит только им все вот никаких кораблей никаких костров вот даже компост нет смысла вот он уже компост уже лежит на месте уже серви переработали а потом урожай под 20-30-40 ведер что когда 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 было убирать все это не съели ничего как так теперь это все ради науки Александр придет время может быть ты будешь читать лекции студентов даже вот эти вот вот эти вертикальные веточки это будущее крона это ненавидимые волчки они вылезли из клеток не из почек они на третий год это то что называют презрительно еще химерой это кто по грамоте они грамотой называют жирующие вертикальные побеги уничтожить и мозгов ничего нет почему для этого нет мозги есть только не туда направлены дело в том что надо всего-то в саду побыть три года на третий год они покроются плодами они не жируют они из клетки из клеток получается вылазят нулевки когда у нас в дерево появляется очередной год побег он уже весь усыпан почками это из почек и покрыт сотними почек любой побег а это из клетки с нуля у него там как бы у него есть там корень еще мы не видим его опять я завелся ну разве можно пропустить такой случай показать человека который теперь это знает давление начинает подниматься вот пожалуйста вот она Савельевич а вот ее это лучший руководитель и ведь разрешила ей заниматься этой работой за что я очень благодарен Матвеевой ну что будем заканчивать а это уже ее сад она приехала ко мне и это не с пустыми руками и не с этим не с пустой головой даже что блондинка но у меня я пока еще не встречал не только блондинок вот и брюнеток и рыжих и этих и прочих каштановых вот так закончилась наша когда она мне эти фотографии прислала боже мой как так тебя же научили метр от снизу отрезать ты почему не отрезал ты почему не искалечила в этот яблоди в своем саду вот за что я тебя люблю за то что ты наш человек Лена ну что будем заканчивать мне теперь выбросы отсюда я вот смотрю а вот вот нашел все нашел так друзья будем прощаться будем прощаться вот смотрите а то чтобы на два фильма получилось тогда еще пару минут и так пианист и так его саду уникальные сорта они это и она теперь это знает в моем саду дикие полукультурные культурные прикосы перепыляют друг друга и то что ветром надуло и в потомстве вот извините за такие термины и в потомстве то есть после скрещивания вот так а у пианиста сад какой ни одного дикаря у соседа метров за 200 самый как бы дикий и тот амур почти такие же планты крупные вот и тот амур то есть некому даже испортить геном понимаете вот я так получал Валерий знаете как ведь фактически я бошенники проходили цитирую выпустился тебе резвики это очень важно значит у вашего брата уже лезо значит смешанный сад это значит что после опыления косики которые он продает из них вырастут цитирую жердели и дички а это значит обман и мошенничество так вот для тех кто поверите то есть я мальчик мошенник да хотя у меня давно я уже показал фотографии и даже несколько минут назад показал то что подвернулось но еще хочу сказать вот он пианист у него нету дикарей ну хорошо кто-то поверит ей пусть я это обманщик и мошенник но у обманщика и мошенника есть косточки из чистого сада не смешанного с дикарями раз кстати дикарей у меня давно уже нет они давно о культуре есть и еще один сад вот Ирина Александровна Савель знакома с одной дамой она живет тоже в червушках и по совпадению по совпадению значит случилось следующее она жила у нее снимая квартиру комнату подружилась потом оказалось ой какие абрикосы а потом оказалось ой такая это же я уже забрала вот этот момент еще один сад без всяких дикарей вот я в червушках сколько видел абрикосов я не большинства практически нет а вот самый теплый край там большинства и общества не нужны но это уникальные края вот это я хотел отметить да вот и сейчас еще чуть-чуть сделаю поменьше нет и так и так и ну вот теперь я опять не знаю как отсюда выбраться так отсюда выбраться наверное надо заканчивать раз я не могу выбраться чтобы с этих кустик получили дикари это же придумать такое надо а то что перезревшая грязная таких же не кушать и так жили в своем саду вырастив предпоследний год последний был неудач ветер 20-30 ну на нормальную семью это же хватило 20-30 ветер как вы думаете закатки варенье покушать да вот поэтому совет садите побольше на крайнем случае многие знают что абрикосы капризные садите побольше побольше вот а там природа проредит и все равно вы останетесь плодами один поздний есть другие ранние одни отцвели не попали под завородок другие еще спят тоже не попали под завородок понимаете вот это одно вот и второе значит не надо бояться ничего наверное можно так сказать не надо бояться ничего вот декорей из них никогда не будет и давайте на этом закончим может быть я третью серию придумаю теперь мы будем выбраться отсюда только тогда я смогу как я первый раз выбрался может быть для этого надо самое начало так это долго а а тут что-то получалось у меня один раз я нашел крестик а для вас это возможность если раз увидеть бесценные фотографии как-то бы надо взять очень много фотографий с участием это еще не все Елены Александровны так и можно было бы под музыку сделать слайд сейчас это самое начало может быть там у нас с этой страницы как-то соскочить надо быть таким это мне повезло что у меня много друзей компьютерщиков вот все закончится вот самая первая фотография и опять не могу выбраться выключить компьютер тоже боюсь ну-ка что тут внизу вверху ну-ка а ну-ка 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 вот мы где остановить трансляцию друзья вы познакомились с радикальными людьми с пирогом Сергей Александрович вот Красноярск это наше будущее там и протекает Енисей часть его не замерзает только вдоль не замерзающей Енисея где я сам спрашивал у жителей Тевногорска где не бывает минус 40 можно вырастить 10 20 30 подачам подчеркиваю подачам 100 тысяч абрикосов деревьев завалить абрикосами Концаярск Концаярский край а задим еще и Хакасию не надо у нас свои задим Норильск задим Кузбасс задим Иркутскую область когда у меня сад еще был цел не сгад не сожгли ко мне с Иркутской области приезжал грузовик полностью набивал яблоко и умедрялся приехать такую даль продать и все прибыль получить все друзья на этом я заканчиваю будем наверное сделаю два фильма сейчас посмотрю как долго он продолжается подчеркать я с он падая с заполанирую реакция подчеркать к bread и подчеркать до мы и